Ильдар, ряд наших партнеров с 15 марта приняли решение о повышении цен. Соответственно, один из агрегаторов повышает ценник в среднем на 20% по всей нашей сети. Юля, ну, это не новость, что называется, да, то есть мы это предполагали, но думали, что все-таки этого не будет. Вот, и вообще к этому все шло, и хорошо, что все это случилось. Естественно, мы со всеми будем всегда сотрудничать, но что мы видим в последнее время? Стоимость сделки растет, дошла до 16 тысяч. Да, критично, критично. Большая, ты знаешь, я всегда всем говорю, если это адекватно, то нет проблем. Я считаю, что это ценность большая, но когда она не пропорционально ценности, цена возникнет, я считаю, что это неправильно. Вот, вот поэтому второй момент. Мы раньше строили политику свою, что, ну, закупали с агрегаторов поток, да, и ничего страшного в этом не считали. Потому что это было ликвидно. Ликвидно, выгодно, рентабельно. Сейчас я предлагаю признать, что это неправильно, что это дорого для нас. И у меня есть прямое предложение уйти все-таки на другие прямые каналы. Согласна? И с теми агрегаторами, вот у нас с Домкликом прекрасное отношение, да, контракт мы заключили, там хорошие условия. Там стоимость звонка примерно по нашим оценкам в 3-4 раза ниже, чем, условно, на том же Авито. Вот, и давайте тогда эту политику будем реализовывать, увеличим свою маркетинговую активность, лучше будем работать с действующей клиентской базой, потому что очень часто там в одном из городов мы смотрели 70% звонков, которые приходят, они у нас и так есть в базе. То есть я считаю, мы сами расслабились, вот поэтому большая просьба со всеми франчайзи-партнерами поговорить и в течение марта месяца максимально снизить инвестиционные активности в этом вопросе и перейти на работу нового формата. Долгосрочная предлагает объявить такую доктрину на нашу внутреннюю 5-10 лет. То есть если сейчас у нас доля затрат на агрегаторы доходит до, по нашим оценкам, 4,5, по-моему, процента. Да, в среднем, да. Ну, в зависимости от города в среднем 4%. Я предлагаю установить максимально, прийти к цифре 2,5-2,7%. Больше все это неправильно. Мы должны развивать свои каналы. А кто хочет дальше повышать цены, пусть повышает, но мы, я точно это знаю, мы сможем тот же объем обеспечивать гораздо другими деньгами на других ресурсах. Зря они думают, что мы бесконечно будем покупать все дороже, дороже и дороже. Этого не будет. Поэтому предлагаю эту стратегию реализовать в короткие сроки. Принято, будет сделано.